Привет всем! С вами канал Болливуд. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. Ставьте лайк этому видео. Всем известная история жизни Митхуна, путь из низов общества к его элите, судьба человека, который сделал себя сам. Актёр, трижды удостаивавшийся национальной кинопремии, но вместе с тем нераскрытый в полной мере талант. Владелец отеля, лелеющий свою мечту, филантроп и гуманист, поклявшийся, что вернет обществу каждую пайсу, которую когда-то занял у него. У Митхуна множество ипостасей. Отвечая многочисленным просьбам читателей, Скрин публикует этот материал. Помнишь, Митхун, как ты в студенческие годы перебивался от голода и холода, а сейчас половину своего дохода отдаешь на благотворительность? Помнишь Митхун-ресторан на Бомбейской Элитин-Роуд? Место, где ты и другие безработные актёры сидели часами, ожидая чашку дымящегося чая. Теперь на этом месте построили шипарный обувной магазин, где обычная пара сандалий стоит столько, сколько получает простой служащий. Я почти ежедневно прохожу мимо этого магазина, смотрю на него и вспоминаю тебя, сидящего на этом месте на обычном иранском стуле, от нечего делать, перебирающего свои локоны, что в конечном итоге стало твоей привычкой. Помнишь те мрачные и беспросветные дни, когда ты, получивший национальную кинопремию за свою первую в жизни роль, слонялся от студии к студии, от продюсера к продюсеру, от режиссера к режиссеру в поисках работы? Помнишь того журналиста, который умолял тебя дать ему интервью, а ты ответил ему, что согласишься при условии, что он заплатит за твой обед, потому что ты ничего не ел уже два дня? Помнишь то время, когда ты взял себе псевдоним Ранарес? За пару рупий участвовал в различных танцевальных программах? Помнишь те дни, когда ты танцевал с легендарной Хелен, и она была так восхищена твоими танцевальными способностями, что предрекла тебе грандиозное будущее? Помнишь, Митхун, тех простых людей, которые давали тебе приют на ночь, пищу на ужин, а иногда и ликер ткара? Помнишь ту южно-индийскую женщину, которая ухаживала за тобой, как за собственным сыном? Да, были другие добрые сердца на твоем пути. Не забыл ли ты фотографа, господин Атхакара, который сделал множество замечательных снимков актеров старшего поколения? Помнишь, как ты умолял его снять тебя хотя бы один разочек? И как он был добр к тебе, что откликнулся на твою просьбу? Та фотография до сих пор украшает индийскую фотостудию, студию мистера Тхакара, который ныне руководит его сын Вимал, один из твоих богатых друзей. Помнишь, как легендарный режиссер Дулал Гуха и его сыновья Гаутам и Путул, а также их сестра, заботились о тебе, как о члене своей семьи? Помнишь, как ты плакал, когда она вышла замуж и должна была покинуть отчий дом? Помнишь многочисленные фильмы категории B и C, в которых ты снимался, пока Бабар Супхаш не разглядел тебе искру божию и не сделал тебя суперзвездой, танцующим супергероем? Звездой с таким амплуа, какого до этого не знала киноиндустрия? Ты стал таковым уже после первого вашего совместного фильма «Танцор диско». Тебя, наконец, признали. Все те, кто пренебрегал тобой, кто закрывал свои двери перед твоим носом, выстроились в очередь, чтобы пригласить тебя в качестве главного героя в свои фильмы. Амитап Бачан был правящим богом, а тебя называли Амитап из бедняков. Но ты не роптал, ты искренне считал Бачана-гуру, мастером экрана. Ты пребывал в эйфории, в приподнятом настроении. Тебя называли «пурпурным героем». Называли те, кто не мог поверить в твою необычную историю успеха. Но тебя это не волновало. Ты просто не думал об этом, а зря. Помнишь 1986 год, когда тебя признали самым крупным налогоплательщиком из физических лиц? Это было честью для человека, у которого когда-то не было денег на ужин, но который сумел достичь такого финансового благосостояния. Думаю, это было последнее хорошее событие, которое случилось с тобой в Бомбее, городе, давшем тебе так многое, что ты и не ожидал. То, что происходило с тобой дальше, ты не захочешь вспоминать, но тебе придется это делать, поскольку ни один человек не смог бы это забыть. Я четливо помню, как в 1988 году вышли на экраны 22 твоих фильма, и все они без исключения оказались провальными. Возможно, Бог наказал тебя за слишком смелые мечты. Потом ты уже никогда не мог понять, что он делает и зачем. Это происходило с тобой просто потому, что Бог был в настроении изменить твою жизнь. А потом, плавая Бога в отношении Митхуна Чакраборти, начали обретать форму. Новая формула Митхуна Чакраборти была очень простой. Он был главным героем. Он мог работать со своими любимыми режиссерами, предпочтительно с юга Индии. Он выбирал тему фильма, как правило, сюжет какого-нибудь южноиндийского хита. Он выбирал злодеев категории B и C и характерных актеров из Бомбея. Актеров, которые в данный момент сидели без работы. Они были признательны ему за хорошие роли и хорошие деньги, которые пришлись им очень кстати. Поэты, композиторы, авторы диалогов также приглашались из Бомбея. Весь остальной технический персонал был южноиндийским. Так в УТИ заработала кинофабрка Митхуна Чакраборти. Он работал в две-три смены днями и ночами. Он завершал одну партию фильмов и принимался за другую. Поэтому его фильмы выходили столь регулярно, что оставляли в замешательстве бомбейских продюсеров. Эти продюсеры умирали медленной смертью, работая с пятью или шестью ведущими актерами, у которых было слишком мало времени, чтобы экономить продюсерские средства. Подавляющее большинство новых продюсеров и финансистов надумали работать с Митхуном, так как по всем их расчетам каждый его фильм приносил деньги. Даже самая провальная лента, сделанная под его руководством, приносила деньги всем, кто был занят в ее производстве. И люди были довольны. Благодаря Митхуну появился целый ряд новых продюсеров. Его друг Виджай Упатхьяй, Джавахар Каул, его личный секретарь, в последние 25 лет. Митхуна вдохновил также и своего постоянного гримера, Сироджа стать постоянным продюсером. Политикой Митхуна было помочь как можно большему числу людей. Критики разбивали его фильмы в клочья, а он был счастлив. Его продюсеры и финансисты были довольны. То, что фильмы Митхуна не получили должного признания Бомбеи, еще не означало конец света. Их хорошо принимали в других местах. Очень мало фильмов Митхуна не оправдали его надежды. Вот почему некоторые из бомбейских продюсеров были согласны ждать, чтобы поработать с ним. Митхун сумел сделать так, чтобы они играли по его правилам, говорит Раджив Бабар, который начал свою карьеру, работая с Митхуном. И все свои фильмы сел именно с ним. Мы должны помнить, что Митхун – актер, который трижды получал национальную кинопремию. Он удоставил со стипендии престижного университета и симпатии ряда других университетов. Сегодня он может сыграть любую роль, но его сердце не участвует в этом. Он хочет завершить свою актерскую карьеру и уйти на пенсию, чтобы начать свою жизнь заново, ставя во главу угла успех, мир, согласие. Делая добро максимальному числу людей, нет большей радости, чем отдавать что-то людям, особенно если дело касается Митхуна, который прибыл в Бомбей даже без билета и достиг всего, что есть у него сегодня. Люди, подобные Митхуну, специально созданы и посланы нам Богом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok